Девушки отдыхают Девушка труда стоит им, чтобы не просто выйти на сцену, а профессионально сравнить девушкам с обложки, преподнести себя жюри и зрителю. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Без поддержки наставников, родителей и друзей участие этих маленьких принцесс представляется с трудом. Вот и в конкурсное воскресенье зал аплодисментами отзывался на каждое выступление, подбадривая Ирсалинских мисс. Поначалу это немного страшно, но потом, когда ты уже начинаешь петь или танцевать, уже не так страшно, потому что ты уже начинаешь быть расслабленной и все уже будет хорошо. Будешь ли ты расстроена, если вдруг ты не будешь главной победителем? Нет, папа и мама говорят мне, что не главная победа, а главное участие. Хорошо. Что пожелаешь всем девочкам, которые сегодня стоят на сцене вместе с тобой? Удачи пусть победит лучшее, сильное. Новый этап и новые испытания. Интеллектуальный конкурс. Подготовиться к нему довольно сложно. Вопросы, на первый взгляд, просты, но как быстро и грамотно сформулировать свои мысли так, чтобы жюри оценило по достоинству? Почему люди читают книги? Какие книги читаешь ты? Я думаю, что люди читают книги, чтобы узнать новые для себя приключения, знания. Мне нравится читать книги детективные, так как в них разгадывают тайны и бывают разные захватывающие приключения. Я боялась, что на интеллектуальном попадется такой вопрос, который я не смогу, как бы, ну, не получится. У тебя сегодня вопрос попался прямо для тебя, про книги, да? Ты обрадовалась? Да, я очень обрадовалась, потому что мне очень нравится читать книги. Карина – самая старшая из участниц, ей 12. Девочка отмечает, что решение участвовать в «Миссерс Алиночке» приняла самостоятельно и готовилась, опираясь на свои знания и умения. Хотела проверить, а смогу ли я. Ну, просто я давно, я нигде практически не участвовала, вот и решила поучаствовать. Хорошо. Карина, ну вот что, кто тебе помогал, вот сегодня, чтобы ты вышла такая красивая, все показала, рассказала? Ну, конечно же, мама и организаторы Лариса Васильевна и Наталья Алексеевна. На дефиле, например, как правильно выходить, как нужно, ну, улыбаться, главное. Главное – искренняя улыбка и непосредственность, и еще летящая походка от бедра. Все это – конкурс дефиле. Главное – искренняя улыбка и непосредственность, и еще летящая походка от бедра. Главное – искренняя улыбка и непосредственность. Конкурс «Мисс Ирсалиночка» вот уже в третий раз собрал участницы, но с каждым годом. И это отмечают все, кто следит за поселковым конкурсом красоты и талантов, приобретая новое звучание. Вот и в этом году в качестве домашнего задания организаторы предложили фотосессию. Девочки предстали в необычных образах. Камила Ахматова вдруг превратилась в морячку. Декорации созданы самой природой. Вода, солнце, песок – все, как на дальних берегах. Алиса Худи обожает братьев наших меньших и мечтает стать ветеринаром. Отсюда и тема фотосессии, и место съемок – питомник для животных. Окунуться в детство – такой возможностью с удовольствием воспользовалась Ксения Оливанова. Для этого она вернулась в любимый детский сад, куда еще совсем недавно она приходила за ручку с мамой. Полина Худи в своей фотосессии воплотила мечту многих девчонок. Кто из нас в детстве не мечтал примерить на себя образ красной шапочки, сказочный город мастеров, солнце, голубое небо и зеленая трава, и даже серый волк? Татьяна Теплякова в фотосессии сыграла саму себя. Музыкальная школа для девочки – это второй дом. В окружении инструментов она чувствует себя спокойно. Миротворенная атмосфера учреждения культуры тонко подчеркивает утонченность души самой Татьяны. Образ Инессы Гемаевой – чуткий медицинский работник, готовил в любую минуту прийти на помощь. Уколы, капельницы и другие медицинские инструменты не страшат девушку, а медицинский халат очень идет. Мила, кратка, нежна, красива. Ненецкая красавица Карина Сирасхова не случайно выбрала национальный образ. Являясь представительницей коренного населения Ямала, она с гордостью и особым умением демонстрирует жизнь ненецких девушек. Долго думали, какую изюминку придумать в этом году. Поскольку у нас появился профессиональный фотограф Равиль Сафарбеков, мы обратились к нему, предложили, он нам не отказал. И его, конечно, заслуга есть тоже, но все-таки дети вместе с мамами придумывали образы, придумывали костюмы, декорации. И вот это их большая заслуга. Заключительным испытанием для участниц стал творческий конкурс, где претендентки на главный титул предстали во всей красе. Вашему вниманию таланты юных красавиц. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы такие непоседы, что от нас сплошные беды. От прохаз и баловства каруселью головам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. Окончательные испытания остались позади. Жюри удаляется для принятия решения. И пока мы ждем результатов, есть время узнать, какие же эмоции царят. Эта девушка на сентябрьском конкурсе красоты и талантов присутствует всегда. Лилия Мисс Ерсалиночка 2015 года. Она, как никто другой, знает, насколько трудно бывает маленькой девочке перебороть свои страхи и выйти на большую сцену. По выходным? Ой, время летит так быстро. Это было очень давно. И, правда, сейчас даже не сравнить с этим конкурсом. То есть каждый год все новое и новое, и каждый год все лучше и лучше. В этом году конкурсантки, как и в остальных годах, они отличаются своими талантами, своей красотой, своей эрудицией. И каждая конкурсантка хороша собой. Мне понравилось выступать. Мне понравился пока что результат. И сначала я волновалась, а сейчас уже не так сильно. Уже привыкла за эти конкурсы. Сложный, наверное, для меня был интеллектуальный конкурс, который сейчас уже прошел, потому что вопросы были... Ну, мы не знали, надо было за очень короткое время сформулировать вопрос, и было сложно именно понять. Ты ощущаешь всех вас, девочек, конкурентками? Есть какая-то между вами такая? Ну, не знаю, наверное, нет. Если сразу, что чуть-чуть. Но изначально нам говорили, что мы не должны себе так конкурировать, там, вырывать друг к другу волосы, вот. Но так нет, не сильной конкуренции. Практически вообще нет. Что ты хочешь сказать всем девочкам, которые сегодня с тобой на сцене? Что-то пожелать, может быть, им на вкус? Я им желаю удачи, чтобы они хорошо выступили. Миг награждения настал. Каждый из участниц удостойно титула. Итак, мисс артистичность Ксения Оливанова, мисс хрустальный голосок Татьяна Теплякова, мисс нежность Карина Сирасхова, мисс очарование Алиса Худи, мисс этнос Полина Худи, мисс талант Инесса Гимаева, мисс модница Камила Ахматова. И, наконец, самое заветное звание мисс Ирсалиночка-2018. Победительницей детского консурса красоты и талантов мисс Ирсалиночка-2018 становится Камила Ахматова. Это лишь внешне она спокойна. Юная Камила, что она испытывает в эту минуту, поймет лишь тот, кто прошел все испытания конкурса красоты и таланта мисс Ирсалиночка. Вместе с мамой они в голос говорят, что не готовились к победе и до сих пор не верят в случившееся. Я не знаю, это непередаваемое ощущение. Это, конечно, в первый раз в моей жизни. Это мой ребенок, моя гордость. Очень хотели, очень старались. Она молодец. Спасибо огромное организаторам, нашим педагогам, которые научили, поддержали. Очень многому научилась она здесь. Что ты сейчас чувствуешь? Я чувствую радость. Камила слегка растеряна, но, по словам мамы, она, как никто другой, верила в свою победу. И, наверное, поэтому титул завоевала именно эта очаровательная девочка с красивым именем. Да, было тяжело, и слезы маленькой принцессы тому подтверждение. Главное – мечтать, верить и стремиться к своей мечте. И тогда все обязательно сбудется. Не сразу, но сбудется. Еще, еще, вот, до сюда. Молодцы все девочки, очень понравилось. Вообще все девочки умницы. И поют, и рисуют, и танцуют. Все очень красиво, столько позитива. Вообще, мне очень понравилось. Радость, что она вот смогла как-то себя пересилить, выступить. Сама она готовилась в основном. Я ей так местами подсказывала, что как, а в основном она сама готовилась. Организаторам спасибо, что они сделали такой конкурс. Это конкурс не просто красоты и талантов, а еще и как праздник для нас. То, что наши деточки выступают, показывают себя, на что они способны. Мы, безусловно, счастливы и довольны своим ребенком. Все, что от нас зависело, мы подготовили, сделали. Спасибо, хочется сказать, организаторам клубной всей системе, потому что большую подготовку, и они оказывали помощь в каких-то творческих номерах. А что, интересно, папа сегодня чувствует? Гордость. Горжусь дочкой и своей семьей. Чудесный нежный конкурс. Праздник детской красоты и талантов остался позади. Но сколько принес он счастья и эмоций всем нам, ярсалинцам. Остается пожелать сохранить это тепло и нежность и с такими же эмоциями встретить 91-й день рождения нашего ярсаля. Татьяна Журавлева, Марсель Галиев, Ямальское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова